У тебя же есть понимание, да, что мы там делаем? Ты же видел, наверное, на протяжении бесконечных 8 лет, что делали украинские вооруженные силы и вот их батальоны с людьми, которые жили в ЛНР и ДНР. Ты видел это, правильно? У меня есть понимание, но оно, естественно, расходится с вашим пониманием. У меня совершенно другая трактовка. Почему, Майкл, расходится? Потому что, на мой взгляд, все предлоги, которые приводятся президентам России... Нет, 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 стоп. Стоп. Мне не нужны заявления президента России или предлоги, как ты говоришь. Я спрашиваю о другом. Я попробую даже помедленнее говорить. Ты же знаешь, что на протяжении 8 лет они обстреливали мирных людей, убивали мирных людей. Ты знаешь это? Или не убивали, Майкл? Я знаю официальную версию Украины, что они боролись не против русских, как таковой, не против русскоговорящих, они боролись против сопротивления, сепаратистов. Они убивали мирных людей? Ответи мне, Майкл. Двухлетних сепаратистов, Майкл. Убивали. И Россия... Они школы бомбили, Майкл. И Россия тоже боролась против своих... Майкл, ответь мне на простой вопрос. Они бомбили школы? И Россия бомбила школы в Чечне. Понимаете, да? Я не могу добиться этой истории. Просто я не просто так сейчас вот именно зациклился на Майкле, потому что это опять демонстрация вот той самой позиции, которую мы наблюдаем сейчас у этого коллективного запада. То есть вот просто элементарно, элементарный вопрос. Можно я договорю? Феликс, ты в курсе, что они убивали детей? Погибли дети. Но они не выборочно. Посмотри. Не специально убивали детей. Посмотри, пожалуйста, по поводу не специально. Все лучшее детям. Видишь ты это? Это значит, чтобы мы должны были убивать детей. Я считаю, не специально. Пропагандистский кадр. Пропагандистский? Постановочный. Мы сделали его. Ну, я не знаю, кто его делал.